Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня в Москве. Ребенком до 7-8 лет Пушкин почти ничем не выделялся. Был молчалив, не любил шумных игр, был сосредоточен и наблюдателен. Любил слушать безмолвной тиши рассказы бабушки по матери Марии Алексеевны Ганнибал и сказки няни Арины Родионовны. Бабушки и няня его очень любили и баловали. В 1824 году в возрасте 25 лет Александр Сергеевич был отправлен ссылку в имение его матери Михайловской в Псковской губернии. Здесь поэт живет уединенно, без друзей и родных в обществе няни Арины Родионовны. В дни на пролёт Александр Сергеевич слушает сказки, из которых многие записывают. С писем Пушкина друзьям, знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно. После обеда езжу вверху, вечером слушаю сказки. Вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма. Воединение моё совершенно. Соседей около меня мало, да и то вижу довольно редко. Вечером слушаю сказки моей нянь. Она единственная моя подруга, и с ней только мне не скучно. Создательной сказки по пей работники его балде для Пушкина послужила слышанная им русская народная сказка. Александр Сергей читал эту сказку летом 1831 года Николаю Гоголю в царском селе. Гоголь писал об этой сказке «Одна сказка даже без размера, только с рифмами, и прелесть невообразимая». Указание Гоголя без размера связано с тем, что пушкинская сказка написана стихом стилизованного под Раёшник. Раёк – народный театр, настоящий из небольшого ящика, с двумя увеличительными стёклами в кредле. Внутри него переставляются картинки, которые поясняли рифмованными стихами и трубоводками. Написанную осенью 1830 года сказка о Попе при жизни Александра Сергеевича не издавалась и была издана только в 1840 году, отредактированной Василием Жуковским. Жил-был Поп, толоконный лоб. Пошёл Поп по базару посмотреть кое-какого товара. Навстречу ему Балда, идёт сам не знаю куда. «Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался?» Поп ему в ответ. «Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя, не слишком дорогого?» Балда говорит. «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе полбу. Ей же мне давай варёную полбу». Призадумался Поп. Стал себе почёсывать лоб. Щёлк щёлку рознь. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит Балде. «Ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моём подворье. Окажи мне своё усердие и проворье». Живёт Балда в Поповом доме. Спит себе на соломе. И из-за четверых работает до семерых. До светла всё у него пляшет. Лошадь запряжёт, полосу вспашет. Печься топит, всё заготовит, закупит, яичко испечёт и сама плопит. Попадья Балду не нахвалится. Попуб наобалде лишь и печалится. Попёнок зовёт его тятей. Кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один Балду не любит. Никогда его не приколупит. О расплате думает частенько. Время идёт и срок уж близенько. Поп не ест, не пьёт, ночи не спит. Лоб у него заранее трещит. Вот он Попадье признаётся. Так и так, что делать остаётся. У бабы догадлив. На всякие хитрости повадлив. Попадья говорит. Знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи Балде службу, чтоб стала ему любовь. А требуй, чтоб он её исполнил точь-точь. Тем ты и лоб от расправы испалишь, и Балду без расплаты оставишь. Встал на сердце папа веселее. Начал он глядеть на Балду посмелее. Вот он кричит. Пойди-ка сюда, верный мой работник Балда. Слушай, платить обязались черти мне оброк. По самой моей смерти. Лучше вот не надо на доходах. Да есть на них недоимка за три года. Как наешься ты своей помпой, собери-ка с черти оброк не помни. Балда с папом по напрасну не споря пошёл в силу берега моря. Там он стал верёвку крутить, до конца её в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты Балда к нам залез? Да вот верёвкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя корчи. Беса старого взяла тут унылость. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет вам потеха. Вам собака великая помеха. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok